Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. С вами Вячеслав Котляров, Харьков, 8 часов 37 минут, 13.04.2017 года. Как говорится, в силу сложившихся обстоятельств, большое количество вопросов под роликами, связанные, ну где же все-таки Канада и США, я делаю этот небольшой вступительный ролик, чтобы еще очередной раз наглядно продемонстрировать те или иные моменты. Значит, специально справа подписал Канада и США. Многие из вас, благодаря карте слева, без особого труда узнают береговую линию. Также изображение Гренландии будет отличным маяком, чтобы понять местонахождение. Итак, внимательно, видим береговую линию Канады, видим береговую линию США слева. Также на небольшом, но замечательном изображении, а именно карте такой великолепной, мы видим очертания береговой линии Канады и США. И теперь вместе с вами на глазах проделаем вот эту замечательную и великолепную манипуляцию. Вот, пожалуйста, никуда не пропала ни Канада, никуда не пропали Соединенные Штаты Америки. Канада все время была в России и США все время были в Китае. Никуда не пропали Соединенные Штаты Америки. Канада все время была в России и Соединенные Штаты Америки все время были в Китае. Вы можете самостоятельно это проверить, если у вас есть возможность, время и желание. И отдельное дополнение для жителей Дальнего Востока и жителей Японии. Извечный вопрос. Где мы, кто мы и как нас найти на карте? Очередной раз все очень просто. И Япония стоит на месте. Она находится в этом фиолетовом овале. Также на береговой линии вы можете с легкостью найти и другие населенные пункты. С данной информацией, пожалуй, все. Далее в ролике мы с вами услышим интересные моменты, связанные с Америкой. В вчерашнем эфире наш соотечественник задал мне вопрос. Я проживаю в Америке? И как быть? Я вот недавно летал на Хамские острова. Можно ли на этой карте понять, откуда и куда я летел? И далее в ролике я это все наглядно продемонстрирую. Как же тогда быть с Владивостоком? Неужели его тоже нет, раз он на краю, ближе к Японии? Там должна быть, по идее, Америка? Чем меня слушать? Никакой Америки нет, не было, не будет. Она вся находится здесь, на этой земле. Сейчас. Давайте, чтобы вам было понятно, где находится Америка. Америка, где, вот спрашивают люди, а где же мои родственники живут? Вот здесь, вот тут Америка находится. Ну вот, значит, Америка. Я вот, я сам живу в Америке. Ну вот, значит, Америка. Я вот, я сам живу в Америке, в Нью-Йорке. Я летал на Гавайи. Давно уже. На Гавайи. Из Сан-Франциска самолет летит на Гавайи. Где-то примерно 5-6 часов он летит над океаном, над водой. Куда же тогда он летит и где эти Гавайи находятся? Если, я смотрел все время вниз и все время видел воду. Значит, встречаю Андрею, где Гавайи. Значит, ты вылетел... Из Сан-Франциска. Из Сан-Франциска. Отсюда. Прилетел сюда. Сюда. Слева, откуда был вылет. Справа, куда Николай прилетел. Расстояние 5-6 часов. Чтобы было понятнее, что еще мы можем сюда внести. Давайте просто... Я понимаю, не у всех работает голова. Как бы хотелось бы... Ну просто в голове здесь заложены уже какие-то определенные образы, которые надо поменять. А поменять их нужно иметь другие какие-то образы, на которые их надо менять. Поэтому сразу так вот не представить в голове, как оно... Я буду помогать. Я буду помогать. Я понимаю, что все эти карты, они не соответствуют реальности, потому что много несостыковок слишком получается. Ну а как оно на самом деле есть? Пока вот таких возможностей нет, чтобы самому, например, полететь и посмотреть, как это выглядит. То есть, а тебя везут, когда на самолете, ты не знаешь, куда тебя везут. Они говорят, что мы летим туда. А туда мы летим или нет, ты не знаешь. Ну хотя бы моей простой стилизации немножко... Сейчас не принципиально важно, прав я или не прав. Важно, логично ли все выглядит. Вот. А Япония получается снизу, да? Нет, Япония... Если жители действительно видели, видят остров Япония, а я видел лично остров Сахалин, но на нем не был, но видел лично с... Можете погуглить, я жил поселок многовершинный, и вы просто по карте поймете, где я жил больше года. Сахалин я видел лично. Если верить жителям Сахалина, что они видят остров Япония, тогда я показываю правильно точку. Там Япония, да? Да. Интересная карта Кита между Россией и США. Так а при чем тут интересная карта? Я в ролике это сообщил. Ну да, это такая какая-то черно-белая, более такая понимающая. Возвышенности. В твоем получается месте, оно не противоречит. Нет, сколько. Не противоречит тем картам, просто она такая более наглядная. Для меня, по крайней мере. Ну, и тогда, в принципе, становится понятно. Если то, что было, не знаю, кто видел, кто не видел, расскажу. Белая женщина из Тайвани в США, в Лос-Анджелес. Прямой перелет длится 16 часов между океаном. Вот, и когда нужно было экстренно посадить самолет для того, чтобы, ну, и уроды начались. Через 6 часов, когда самолет должен был находиться чуть ли не в центре океана, а висели в Аляске. Вот это никак не противоречит. Ну, это, получается, прямая линия. То же самое, еще один мужчина, он снимал полет из Южной Америки в Африку. И там он встал с собой компас. И сверял то, что показывает им на экране, куда они летят. И убрал с собой компас и смотрел по компасу, какое направление показывает. Оно не соответствует тому, что им говорили там в самолете. Он говорит, она показывает, что мы летим на юг, а мы летим на север. По компасу. То есть, они изначально показывают неправильную информацию. Когда ты сидишь в самолете, и там показывает навигатор, и показывает, вот мы здесь находимся. Мы летим в том направлении. У него компас в руках, и он заснял это на видео, и показывает, что компас показывает, что они летят в другом направлении. Далее следует бонус из эфира на канале Ютуба, который называется Котлеровый ФМ. Приходите на наш канал. Мы трудимся 24 часа в сутки, каждый день. В эфире может прозвучать значительно больше информации, чем порой она звучит в роликах. Далее следует вырезка из эфира. Как уже ранее, говорилось в предыдущем ролике. Если данную карту грамотно, как ножницы, скрестить, то мы с вами увидим при скрещивании следующее. Пожалуйста, скрещенная карта. Есть Азия, есть Африка. Есть часть Антарктического круга, именуемая Австралия. Обратите внимание, когда мы скрестили эту карту, на ней Америки не доказалось. То есть, еще раз показываю. Вот одна линия проходит, вот вторая. Мы как ножницы на этом скриншоте сомкнули карту и увидели, что только существует континент Азия и псевдоконтинент Африка. Почему псевдоконтинент? Далее в роликах. А для вас, для эфира, уважаемые слушатели и зрители, скажу. Континент Африка, почему псевдоконтинент Африки просто конкретно входит в Антарктический круг? То есть, если вы зададитесь целью попасть на Антарктический круг, то для этого вам надо просто пересечь всю Африку с севера на юг, и вы окажетесь на Антарктическом круге. И пойдете против часовой стрелки до Австралии, потом от Австралии до Канады, и потом в дальнейших роликах расскажу. В новые земли попадете. Вот. А с вами по-прежнему Вячеслав Котляров. Спасибо большое, что слышали меня, слушали меня. Всего вам доброго и до новых встреч в прямом эфире. Пока-пока.